Но я хотел вернуться к нашим, так сказать, классическим образцам философствования, да, вернуться к Парли Нидову, уже много раз обсуждалось там, и, в общем-то, это кажется простой философией, и вроде обсуждать здесь ничего, но вот я тут нашел определенного рода интересные проблемы, да, которые раньше были незаметны, да, в силу того, что я всегда на философию Парменида смотрел не совсем своими глазами, да, а смотрел глазами классической философии. И вот когда у меня возникло собственное некоторое видение, да, когда я взял теоретический текст, вдруг возникли определенного рода вопросы, не прежде всего от этой классической интерпретации Парменида. Ну, для начала давайте, наверное, изложим саму философию Парменида, да, как вот она выглядит, для того, чтобы просто потом обратить на те проблемы, которые вот я хотел бы изложить. В чем состоит философия Парменида? Вот Парменид говорит о том, что, и первый, в общем-то, как бы обращает внимание, что вот есть у всякого сущего есть такой аспект, как быть, да, аспект бытия. И что вот в аспекте бытия, на самом деле, сущие сущие всплачиваются в некоторых родных, да, как это происходит. Вот он говорит, вот, наш мир, и мы, прежде всего, исходим как бы с некой позиции, и Парменид стартует с этой позиции, и это правильно, да, это некая позиция повседневности, где сущих много, да. Вот изначально сущих много, там сущие одно, сущие второе, сущие третье, да, и прочие, и многое. И вот ставится вопрос, на самом деле, в аспекте бытия, да, на самом деле, что происходит? Если мы рассмотрим эти сущие в аспекте бытия, да, то поскольку не бытия нет, то есть разговор идет о том, что если два пути, давайте сначала как бы про эти два пути я расскажу, что вот все, весь мир, как весь космос, можно разбить чисто логически, да, вот есть такая процедура деления, да, по какому-то параметру. Вот если мы берем параметр быть, да, вот возьмем параметр быть, весь мир можно разбить на то, что есть, то есть сущее, да, но это чисто пока логический разговор, да, и на то, что не есть, то есть неисущее. Вот это чисто, безотносительно того, что здесь, о чем здесь говорится, это можно было бы описать математически как А, объединенное с НИА. А это любой параметр. Я уже когда-то об этом рассказывал. Просто это чисто логическое разбиение, безотносительно какого-либо философства, в том числе и Парменидовского. И вот поскольку это разбиение является истиной, и с логической точки зрения, Парменид дальше рассуждает так, поскольку несущего нет, несущего нет, потому что невозможно не высказать, не помыслить того, чего нет. Несущего нет. То получается отсюда вывод, что весь мир представляет собой только сущие. И отсюда, если мы теперь, что весь мир представляет собой сущие, перенесем к этому разговору, что сущих много, то мы будем говорить, что сущих-то, конечно, может быть много с какой-то позиции, с позиции изначального восприятия, когда мы глазеем глазами, шумливым ухом слушаем, как там об этом Парменид рассказывает. Но а не быть яда между ними-то нет, что разделение, на самом деле, которое наберется, оно не является разделением, которое основано на несущих. И на самом деле, все это выглядит как некий монолит. Сам этот монолит может быть там, имеет внутри какие-то себе границы, различные. Но на самом деле, этот монолит является что-то одно, и в аспекте... И это одно есть не что иное, как одно в аспекте бытия. Вот как бы все рассуждение, простое рассуждение Парменида. Но, да, это не все рассуждение, это половина рассуждения. Дальше Пармениду надо доказать, что это одно, ведь это одно, с которым говорит Парменид. Оно только мысленное одно. Почему оно мысленное одно? Потому что, опять же, когда мы... Очевидным и стартом, да, для этого рассуждения является восприятие. Мы для Парменида изначально, что вот мир разбит на многообразие сущих, это некая очевидность, с которой это стартует. И вот мы тоже внутри этой... Находимся вот этого многообразия внутри, да, и мы на самом деле, находясь внутри многообразия, мы не можем сказать одно оно или нет, потому что вокруг-то нас очевидно, что есть многое, и поэтому как бы нужно доказать на самом деле, что вот это одно есть. Это нам сейчас кажется, что тут все просто. На самом деле здесь присутствует вот эта вот необходимость доказывать, ведь оно пока здесь является только мысльным. Пока есть только мысль. И получена она на самом деле только в мысли. Потому что здесь задействовано, когда мы находимся в восприятии чувства, чувственное восприятие, шумливое ухо там, и глазеющие глаза там, а здесь, как бы, когда говорится про одно вот в аспекте бытия, это еще идет о мысле. И вот теперь надо доказать, что одно есть. И доказывается это таким тезисом, что бытие, быть и мыслить одно и то же. Быть и мыслить одно и то же. И если мы мыслим одно, то согласно этому тезису, если мы мыслим одно, то согласно этому тезису оно есть. Постопо бытие мыслить одно и то же. Вот это вот, у пульменида это называется путь достоверной истины, а у него есть еще путь мнения. На самом деле этот путь мнения не является путем. Потому что фактически путь мнения это ложный путь, потому что, как сам пишет Парменид, там говорится о некой двойственности, предполагается, что весь мир сводится к чему-то, к дуум, допустим, к ночи и к свету. Но тем не менее, полагать можно только одно в силу этого рассуждения. А если мы допускаем двойственности, значит, мы допускаем небытие. И поэтому, как бы, вот этот второй путь, который назван путь в виде мнения и прочее, он на самом деле путь ложный. И изначально, как бы, вот у Парменида, ну, этот путь, путь неправильный, да? А правильный, истинный путь, достоверный, это только путь, где есть одно бытие. И вот это вот одно бытие у Платона обозначено как, вот так вот, таким выражением, как гэн-эйнэ. Вот гэн-эйнэ. Вот это вот одно бытие, да, вот такой термин у Платона есть. И причем в трактате проименить его присутствие. Плохо видно, наверное. Можно что-нибудь другое? Я тоже думаю, что если не писал, то было плохо. Если не писал, то тоже было не видно. и ну, давай напишем. Ну, повышен. А? Повышен? Да. Ну, что-то много всяких. У меня, ну, или да, так-то. А? Видать? Это одно бытие. Этот термин присутствует у Платона, да он рассказывает в трактате проименида, когда обсуждает такую гипотезу, как идес, как мысль. И на самом деле, если посмотреть, как высказываются о философии Парменида, Аристотеля и Платона, у них на самом деле все сводится к тому, что Парменид говорит, что все есть одно. Мы говорим сейчас, что философия Парменида сводится к тому, что все есть бытие, а на самом деле философия Парменида сводится к тому, что все есть одно. Ну вот, теперь, после того, как я рассказал примерно, в чем состоит философия Пульменида Давайте обозначим проблемы, прежде всего, проблемы филологического порядка Во-первых, на самом деле, что интересно, что у Пульменида, ну я, по крайней мере, обнаружил три глагола, которые означают бытие Обычный глагол Эйми, в инфинитиве, как раз Эйми, это просто бытие значения А второе значение, что я здесь выписал, Пела Это означает пребывать Он тоже используется, чтобы показать, что что-то есть Пребывать, вращать, вращаться Потом есть третий еще глагол, Эммены Который тоже, как бы, означает быть, но просто используется в эпической поязани Почему вот важно, что корни три? Это означает, на самом деле, что, возможно, Пульменид аспект бытия не совсем То есть он как бы понимал, что это и есть аспект бытия, но он его не фиксировал, как некий термин Потому что, как я пока сказал, Платон говорит о применидовском одно быть, как в виде некого термина А если много глаголов обозначает бытие, то это ведь странно, если у человека есть термин, а этот термин, это синонимяще Это первое замечание Второе замечание, вот есть известное высказывание, да, бытие есть и бытие нет И как бы якобы там, на самом деле, действительно, из этого высказывания много что следует Но на самом деле тускание звучит по-другому Это звучание высказывания звучит буквально так Бытие есть, а ничто нет Причем вот это вот ничто Меден Оно буквально состоит как отрицание одного То есть не Нет одного Есть ничто иное, на самом деле, да, как не аспект бытия, а аспект определенности То есть бытие есть, а нет одного нет Да, правильно так сказать Бытие есть, а ничто нет Ничто То есть фактически характеристика определенности То есть вот это вот тот Потому что Медена вот эта, она относится как раз У нас же всегда, в любом случае, разбивается как вот стандартно, как бытие, да, и как бы определенность Там или Сущность существования Или сущность существования, да, существование, собственно, да, и тут сущность Так вот у него в этом противоположности, что бытие есть, а ничто нет А на самом деле противополагается бытие и некая характеристика определенности То есть ничто, это некая характеристика определенности То есть отрицание определенности. То есть бытие в смысле бытия, в смысле существования? Бытие понимается в смысле существования. То есть бытие есть, говорится, а небытие, такого небытия надо перевернуть. А ничто нет. А ничто понимается как отсутствие всякой определенности. И получается на самом деле, что... Другой смысл получается, да? Другой смысл получается, да? Почему? Потому что получается, что если посмотреть другие места, везде, где говорится о небытии, очень часто используется как раз сущий. То есть отрицается просто сущий. Говоря о небытии, он говорит, что, допустим, не сущий. И вообще, постоянно есть вот эта вот странность, что мы бы говорили так, что бытие противостоит небытию, потерянному. А как бы сущий противостоит, но опять же потерянному, не сущему. Вот так должно было быть. А у него получается это не так. У него сейчас как бы где противостоит не сущему. И к чему это я все клоню? Я клоню к тому, что еще Пальменид, видимо, не очень сильно понимал вот это вот, то, что всякое сущее раскладывается на определенность. То есть и бытие. И это можно показать, это можно показать из самой как бы логики, да? Сейчас мы это попробуем показать. Дело в том, что... То есть ты полагаешь, что это была не философия? Не-не-не. А недостаток не имеет? Это была философия, но просто это философия, которая сделала только один шаг. Она увидела аспект бытия. Но на самом деле она не увидела того, что как бы это бытие соотносится с неким другим аспектом, вторым, определенностью. То есть вот понятие определенности. Сейчас я просто покажу, почему. Вот мы говорили о том, что у Пальменидова есть как бы вот достоверный путь достоверности истины, да? Достоверности истины. И там получалось одно. Там одно есть. Да? А потом другой путь как бы вот где-то до уголовцев, там можно так назвать. Поскольку это путь не истины. Ну или там мнение, не важно. Мнение смертных, да? Там было многое. Да. Там, и причем, что самое важное, на самом деле вот это разбиение, если бы все так было просто, это один разгром. Но ведь это разбиение проходит по линии разбиения мышления. С другой стороны, если вы внимательно почитаете их, мышление и как бы чувственное восприятие. Потому что здесь говорится о том, что вот эти двухголовцы там, они глазеют глазами, там, шублевым ухом слушают и прочее, да? Там они там это путают одно с другим, потому что у них это запутано все там. Только в мышлении, только с помощью мышления усматривается одно. То есть, иначе говоря, разбиение одно и многое, оно проходит по линии разбиения мышления и чувственного восприятия. Но в мышлении возможна только одна мысль. Ведь на самом деле вот это вот многое, оно в себя вбирает многообразие всего. Потому что это только пармениду кажется, что многое, оно только чувственное восприятие. Ведь на самом деле есть люди, и же многие идти, кроме одного. Там мы бы сказали, там, красота, там, да? Там понятия, там, какие-то аспекты, там, какие-то категории, допустим, там, ну, понятие справедливость, там, равенство и прочее. Вот эти вот все такие аспекты, точно такие же аспекты, как одно. Они на самом деле не существуют, как какие-то сущие, да? Вот мы говорили о том, что сущие сплачиваются. Они существуют как-то по-другому, это просто вот некие чистые понятия. Чистые понятия. И они просто так же вот сюда вам многое сброшено. Он enfrentать не видеть на самом деле, что он многое отчувствует к чувствному бiroветию, что в это повседение что не относится к чувствному бировazu. А мышление у него мыслит только одно, они и в мышлении больше ничего не мыслят. Мышление мыслит только одно мышление мыслит только бытие. И вообще говорят, откуда виделся цавантезис что быть мыслит одно и то же. А потому что мышление кроме бытия ничего другого то и не мыслят. У него каждый раз возникает одна одна и та же фраза что можно высказываться и мыслить только то, что существует. На самом деле, я подозреваю, что под этим он имеет в виду следующее, что высказываться, конечно, можно много чего, но мышление, собственно, состоит только в том, что мыслиться нечто, некий бытийный аспект. То есть, на самом деле, вот это можно было так сказать, что пальменив впервые обнаруживает мысль отдельно от всего другого. И у него впервые возникает такая способность, как мышление, и она отделяется от всех остальных способностей. Причем это мышление состоит в том, что мыслиться только одна мысль. Да, одна мысль, только мысль быть. Почему? Потому что если бы мыслей было бы много, если бы мысли, если бы вот это вот все, да, пошло бы сюда, тогда бы нельзя было бы сказать, что мышление и быть мыслить и быть одно и то же. Нельзя было бы сказать, да, а зачем это подтверждать? На этом основана логика. Если мы не говорим, что мыслить и быть одно и то же, то невозможно доказать, что есть одно. Как ты докажешь, что есть одно, есть и существует много других всякого рода аспектов, которые точно так же мыслятся. Тогда надо будет говорить о том, что существует так же, если оставить этот тезис, как его оставил Платон, тогда надо будет сказать, что существует красота, точно на то же основание. Вот, а существует одно? Хорошо. Существует красота, существует справедливость, существует равенство, существует. Все точно так же, на том же самом основании, что выйти мысль одно и то же, поскольку все это тоже мышление. Все это тоже самое и есть. И это вот уже у Платона. Но тогда получается, что не одно есть, а много. Тогда получается, тут же мысли, что одно есть. Мир как бы такой шаг. А получается, здесь многое есть. И вся логика нарушена. Многое-то было здесь, а у нас получается, что многое теперь будет здесь. Сам платонский диалог Парвенитов как раз и нацелен на то, на самом деле, чтобы выяснить, а как быть вот с этими-то мыслями, они точно так же чистые мысли. Как с ними-то быть, если мы используем этот тезис, что быть и мыслить одно и то же, то неизбежно мы должны прийти к тому, что мыслей-то много, и все эти мысли, на этом же тезисе основанные, чтобы эти мысли это одно и то же, все они точно так же некие сущие, некие точно так же существуют. Получается, рядом вот с этим монолитом существует еще много чего другого. И получается, что существует многое, а не одно. Вот что самое-то интересное. То есть, получается, то самое как бы опровержение просто изначальной позиции, которую я сказал, зафиксировано в отношении философии Платона, как ее высказывают, как в отношении философии Парменида, как ее высказывают Платон и Аристотель. Они ведь говорят, что у него суть всей философии состояла в том, что все есть одно. Иначе говорят, к чему я это вел. Тут еще есть, кстати, еще один аспект есть, но я немного попозже, а сейчас я просто скажу. Получается, что Парменид на самом деле, он обнаружил этот аспект бытия, да, но этот аспект бытия, и он в равносилен тому, что он просто обнаружил мышление. Он не обнаружил бытие для того, чтобы смотреть. Для того, чтобы обнаружить бытие, необходимо было бы его отличить от чего-то другого. Допустим, отличить его от определенности. Он это не смог сделать. Он на самом деле обнаружил только мышление как мышление. То есть, то одно, которое есть, это нечто иное, как обнаружение некого мышления отличного от чувственного восприятия. Если мы мышление отличаем от чувственного восприятия, то оно есть одно. То есть, иначе, когда мы говорим, что мыслить и быть одно и то же, в самом деле, мы ничто иное не высказываем, что мыслить одно – это некое нечто одно, отделенное от всего остального. Потому что вот все остальное просто… И тут действует какое правило? Вот мы отделили мышление. Оно как вот само по себе. А все остальное получает определение только отрицанием этого. Вот мы отделили мышление, а все остальное есть отрицание этого мышления. Все остальное. И мы сюда свалили все многообразие. Мы говорим, что тут многое, уголовцы и прочее. Но изначально факт состоит в том, что он отделил одно мышление, и наставит на то, что есть только это мышление. Но на самом деле его логика порощена, потому что, как я уже сказал, мыслей-то много. Ну, и если вот этот тезис оспаривать, оспаривать тезис, что быть и мыслей-то одно и то же, а мы его можем оспаривать, да, на том основании, что много других мыслей существует. Потому что этот оспаривать действует можно с двух позиций. С первой позиции считаешь, что эти чистые мысли точно так же существуют, и значит нету одного, а есть много. А с другой позиции, как раз я сейчас к ней прикажу, состоит в том, что мы же различаем субъективное и объективное. Вот когда мы говорим, что быть и мыслей-то одно. Мы же понимаем, что на самом деле, когда мы мыслим что-то, не обязательно то, что мы мыслим, это сейчас понимаем, я имею в виду, возвращаясь к нашу классическую фразовку. Не обязательно есть. Можно много чего угодно мыслить, можно. И тем не менее, не обязательно оно есть. То есть то же, что бытие мышления, это не является чем-то очевидным, прямо сразу. Это надо, на самом деле, это тезис, но надо доказывать. Потому что существует субъективная сфера, да? Субъективная сфера. И, собственно, объективная сфера. У Канта вообще получается, что все мышление, да, все понятия, они находятся в субъективной сфере, ее вообще не покидают. Они как бы просто накладываются на объекты созерцания, да? И просто эти объекты созерцания оформляются в виде опыта. Но тем не менее, они так и остаются в сфере, внутри сферы. Мышление остается внутри мышления, и она эту сферу мышления никуда не покидает. Никакого объективного мышления нет. Поэтому переходите, вот как делает Полеменит, да, что будете мыслить одно, и значит, как бы, мышление не просто субъективно, да? Потому что изначально вот эта мысль об одном, одно, эта мысль субъективна, да? И она доказать, что она объективна. И вот доказывать тем способом, что мыслить и быть одно и то же, и значит, эта мысль не просто субъективна, но и объективна, да? То есть вот так как бы это одно есть. Но это как бы тоже требует, во крайнем мире, из своего некоторого доказательства, да, которое, например, осуществляет Гиги. Но тем не менее, так вот сразу нельзя сказать. То есть вот это вот тоже событие мышления не является чем-то очевидным, да, неким тестом, на которое можно было опереться. Это второе как бы возражение. Вторая как бы непонятность. Но на самом деле самое интересное, как я уже говорил, что в диалоге Парменида Платон как раз стартует с позиции диалоги Парменида Платона, да? Он стартует с неких позиций того, что обсуждается у Парменида, и выводит некие свои позиции. Вот. Когда идет разговор об Эйдосах, да, и как они соотносятся. Ведь этот разговор инспирирован изначально, как они соотносятся с многими, да? Нельзя говорить, что вещами, но это как бы отдельный разговор. Он ведь инспирирован именно тем способом, что как в мышлении вдруг обнаружили, на самом деле, что мышление не просто само нечто пустое, да, и мысль только одно, то есть мысль только характеристику бытия, а что в мышлении много чего еще есть. В мышлении существует много других понятий, справедливое, равенство, подобие, великость, там, и куча всяких других понятий. То есть то, что потом названо идеями, да, и то, что потом арестователь будет называть категориями, общими понятиями и прочее. То, что мы сейчас привыкли, как бы для нас вообще очевидно, да, что как бы мышление – это некое многообразие, да, и там много чего есть. То есть получается, что вот мышление – это некое многое, внутри мышления многое, да? А не как у Парменида, в мышлении только одно быть. И вот это вот, с этой позиции уже стартует Платон. Получается, что вот прибавка, которую совершает Платон в Парменидовской философии, она интересная, да, как бы здесь проглядывает некая прямая логика. Прямая логика перехода от мира, в котором живет Парменид, чтобы все есть одно, к миру, который указывает на то, что на самом деле в мире идей точно так же много чего. И нельзя сказать, что мир есть одно, да? Потому что мир, когда приобщается к многому, он многий, когда он приобщается, как вот в рассуждении Парменид, да, к одному, он одно. Все это зависит от точки зрения. Вот такой доклад Парменид. Ну все. Продолжение следует...